МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе мы узнаем, как общественники борются за доступность транспорта и кто помогает мамам с присмотром за детьми с ограниченными возможностями. Познакомимся с работой Сызранской службы социального такси. Выясним, как высокие технологии и центры дневного пребывания повышают качество жизни людей с инвалидностью. В Самаре при поддержке Фонда президентских грантов стартовал проект, посвященный доступности городского транспорта. Его работников знакомят с особенностями организации помощи маломобильным пассажирам и гражданам с инвалидностью. На транспортные предприятия и в общественной организации регулярно поступают жалобы от маломобильных людей о нарушении их прав во время поездок по городу. И связаны они по большей части с человеческим фактором. Потому и разработали в Самарском ресурсном центре формирования социальной среды для инвалидов проект по обучению тех, кто работает с такой категорией пассажиров, о том, как правильно организовывать помощь. У нас вчера было первое занятие. И, в общем-то, кондуктора, которые водители трамваев, вожатые трамваи, они прямо говорят, ну не то, что мы не знали, а они попробуют. Они же пробуют, как работать с колясочником, как чувствуют себя слепой, невидящий, когда ему нужно оказать помощь, как нужно вести себя, когда нужно преодолеть препятствия, поднять на аппарель в автобусе или в трамвае. То есть они это практически пробуют и говорят, что, ну, в общем-то, ничего особенного, но этого надо и не... Может быть, когда-то и дошли на дуги, показали, рассказали, в общем-то, все здорово. Оказывать внимание маломобильным гражданам – это благое дело. Таких проектов на моей памяти не было. Мы привлекаем внимание как кондукторов, так и водителей к проблеме этих людей. Я считаю, что это надо делать. Мы будем сотрудничать в дальнейшем с этой организацией. Мы экспериментальное депо, мы первое депо, которое проводит такие семинары. В дальнейшем все шесть депо – трамвайные, троллейбусные, в этом будут принимать участие активное. В рамках проекта проходят обучающие семинары. Кондуктор Владислав Турутин в числе первых участников. Он студент-историк педагогического университета и уже два года как кондуктор трамвая. Сомещает приятное с полезным. На маршрутах изучает архитектуру улиц Старой Самары и довольно часто общается с пассажирами, имеющими особенности здоровья. Если о конкретных примерах говорить, например, заходят люди после инсульта. У них затруднена речь. Вот, допустим, по той же тройке в центре города там живут такие люди, если часто там бываешь. Ну, они часто ездят, садятся на одних тех же остановках и начинают иногда разговаривать. Трудно понять речь. Ну, стараемся. Стараемся находить общий язык. С трудом, но получается. Не без этого. Ну, это обязательно часть работы. И нет никаких подразделений. Если человек едет с нами, значит, мы обязаны обслужить его, довести до места назначения, постараться, чтобы ему было комфортно. Даже если трамвай высокопольный, можно обеспечить доступность поездки для пассажира с инвалидностью. Для этого достаточно правильно с ним общаться. Выяснять, какая именно помощь нужна, предлагая ее не хлопать по плечу, спине или не стискивать руку, не разговаривать свысока, выражаться точно и по делу. Этим и другим правилам этики общения также учат на занятиях по проекту. Прямо во время занятий разбирается не только теория, но и конкретные ситуации с жизнью, с которыми сталкиваются сотрудники транспорта, а также жалобы пассажиров. Водитель ругался, обзывался. Вовремя не мог высадить. Время почти ночью добиралось до выпечки. Проект охватит более 300 кондукторов и водителей. Будут организованы не только семинары, но и экспертиза остановочных пунктов и павильонов. Порядка 60 павильонов мы должны будем проэкспертировать, оценить и затем выйти с предложением на главу города, что необходимо сделать, чтобы привести их в соответствие с требованиями существующих нормативных документов. Это строительные правила 59-13-30-20-го года. Среди водителей и кондукторов также проведут конкурс на лучшего по оказанию ситуационной помощи маломобильным группам населения. Завершит проект длительностью 10 месяцев форум задачи транспортных предприятий в создании комфортных городских маршрутов, проблемы и перспективы. Костя собирает конструктор вместе со своим добрым другом соцработницей Натальей Рузановой. Она уже два года приезжает к нему, если его родители просят о помощи. Папа работает, старшая сестра учится. В случае, когда маме Ольге нужно отлучиться, гостю взять с собой очень сложно. Мальчик не ходит. Тогда-то и выручает Наталья Рузанова. Его покормить нужно, воды подать он не может сам у меня, потому что нужно поднести, руки поднять иногда ему, телефон подать, в туалет сводить. Иногда вот муж допоздна работает с дочерью, ну, что тяжеловато, приходится соцработника просить. Мы иногда и купаем его, то в парикмахера надо пригласить домой. И скупать нужно, помощь нужна соцработникам. Что еще делают? Ну, по дому иногда там, если просим, приготовить что-нибудь для Кости, когда я уезжаю. Иногда вот не успеваю. Наталья приходит сюда три раза в неделю в рамках социальной услуги. Кратковременный присмотр за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Она не только помогает мальчику физически. Они читают, поют, занимаются, общаются. Наталья практически стала членом этой семьи. Даже праздники вместе справляют. Мы вместе поздравляем его с днем рождения. Ребенок, сами видите, не очень мобилен. И круг общения у него довольно-таки узок. То есть, учителя, конечно, приезжают, но общения с детьми, ровесниками не хватает. А у меня есть дочка восьми лет и маленький внук четырех лет. И вот мы все его приезжаем, с ним общаемся. Это не только дни рождения, это может быть просто выходной день мы заезжаем на час. Ну, как-то пытаемся разнообразить его такую жизнь. Но вообще он мальчик солнца. Он очень веселый, позитивный, он очень хорошо поет. Мы его очень любим. Кратковременный присмотр – бесплатная социальная услуга. Воспользоваться ею могут мамы и папы, которые растят ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от трех до четырнадцати лет. Чтобы оформить такую государственную помощь, следует обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения. Обращается территориальный отдел «Комплексный центр» и узнают вот по этой программе. Определяется индивидуальная программа предоставления социальных услуг. И на основании этого организации заключает договор автономной некоммерческой организации. И ребенку оказывается это данная услуга. В 2022 году 33 семьи, в которых воспитываются 36 детей с ограниченными возможностями здоровья, получили 850 услуг по кратковременному присмотру. Такая поддержка действительно необходима родителям. Особенно ребенок, с которым трудно выйти из дома, не освобождает от походов больницы, пенсионный фонд, другие организации. Нужно ведь даже элементарно ходить за продуктами, а присмотреть в это время за ребенком бывает некому. Помощь семьям с детьми – одно из приоритетных направлений государственной политики. В Самарской области ему уделяется особое внимание. Это не только выплаты, но и подобные присмотру нематериальные меры поддержки. Работа в этом направлении находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Операторам колл-центра Самарского социального такси работы хватает. В регионе более 200 тысяч маломобильных граждан, которым так же, как и всем – хочется быстро и с комфортом добираться до нужных им мест. Свобода передвижения дает возможность быть активным и независимым от окружающих, жить так, как хочется, несмотря на свои особенности здоровья. Радик Шофеев из Сызране, к примеру, по роду занятий посещает очень много всевозможных учреждений и организаций. Раньше для этого приходилось пересаживаться в обычное такси, что крайне неудобно. Да и не каждый сможет. Теперь у него есть возможность ездить без подобных сложностей. Мобильность значительно повысилась. Очень хорошо, что в нашем городе в последнее время появилось социальное такси, благодаря субсидированию со стороны администрации городской. Данная услуга позволяет маломобильным гражданам нашего города быть более мобильными, стирать, так скажем, физические границы и добираться до разных мест нашего города. Например, я лично и ребята из нашей общественной организации «Сила воли» очень активно пользуемся данной услугой. И благодаря этой возможности у нас появились более широкие возможности для проведения мероприятий в разных абсолютно частях нашего города. Машина удобна и доступна разным категориям людей, в том числе и передвигающимся на инвалидных колясках. За ее рулем уже больше года Андрей Скобеев. К каждому своему пассажиру, а их много, он относится с предельным вниманием и уважением. Люди узнали, узнавали сначала, конечно, это сарафанное радио, сейчас наши объявления размещены во всех поликлиниках, во всех государственных учреждениях, то есть мы общедоступны, мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Услуга очень востребована, люди очень радуются, машина новая, комфортная, каждому человеку индивидуальный подход и стараемся обеспечить максимально комфортные условия передвижения. Социальное такси появилось здесь в 2021 году по муниципальной программе «Доступная среда» в городском округе Сызрань. Услуга социального такси очень востребована на территории нашего города и очень актуальна, потому что в городе есть люди, которые имеют инвалидность. Вот с начала 2022 года этой услугой воспользовалась уже 366 раз. То есть 366 раз эта услуга была уже востребована. И она, конечно, ориентирована на наших горожан, которые имеют группу инвалидности, первую или вторую. Воспользоваться такси могут не только взрослые люди, но и семьи, в которых растет ребенок с инвалидностью. Количество поездок не ограничено. Большую часть стоимости проезда, 80%, оплачивает городской бюджет. И только 20 – пассажир. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Откройте, что ли? Есть капитан. С подопечными Чапаевского пансионата для ветеранов труда, дома-интерната для престарелых и инвалидов, теперь работают не только обычные сотрудники, но и робот. Здесь внедрена система «Умный дом». Она значительно облегчает жизнь пожилых маломобильных постояльцев. Ведь теперь с помощью голосовой команды они могут, даже не поднимаясь с кресла или кровати, совершать необходимые в быту действия. Включить или выключить свет, поднять или опустить жалюзи, настроить нужную яркость ночной лампы, управлять телевизором. Что внесет в первую очередь эту систему «Умный дом»? Это позволит наполнить жизнь наших получателей не просто качественной жизнью, но еще и современной жизнью. Высокотехнологичные условия позволяют создать, которые делают жизнь качественной, естественно, приносят какие-то современные технологии в нашу жизнь, убирают рутинные какие-то обязанности наших сотрудников, но и облегчают жизнь и персоналу, и нашим получателям социальных услуг. Высокие технологии делают пребывание ветеранов в пансионате не только удобным, но и интересным. Позволяют искать нужную информацию, не отставать от жизни, узнавая о последней новости, участвовать в конкурсах или викторинах. Система «Умный дом» еще необходима для того, что это позволяет делать доступ к северной сети интернет. В голосовом наборе наши получатели социальных услуг могут задавать любые вопросы, информационную базу собирать, а также проводить время и досуг. То есть мы тем самым, возможно, увеличиваем досуговую производительность. «Умный дом» также позволяет постояльцам общаться между комнатами, не выходя из них. Держать связь в мессенджерах с другими людьми, которые живут не в пансионате. Помогает робот и быстро вызвать персонал в случае срочной необходимости. Вы, сестру, у меня болит голова. Она позволяет управлять практически любыми устройствами, у которых есть либо радиоканал, либо инфракрасный. Очень хорошо работает распознавание именно русскоязычной речи. Чапаевский пансионат – пионер в области внедрения умной системы. Он стал одним из первых домов-интернатов, где она появилась. Оснащение инновационными помощниками лежащих подопечных в учреждениях для ветеранов и инвалидов началось в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Ранее идею об умных домах для пожилых, предложенную в рамках новгородского проекта «Цифровая забота», поддержал на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин. У сына Лидии Семеновой из Красноармейска инвалидность с детства. Александр для мамы, несмотря на возраст, всегда будет ребенком. С ним постоянно нужно быть рядом. Саша общительный, улыбчивый, осваивает игру на гитаре, стал талисманом районной футбольной команды «Заря», колесит по всей области вместе с ними. Раньше всему, что необходимо ему по жизни, она учила его сама дома. Теперь всевозможные навыки и умения он приобретает в недавно открывшемся в селе центре дневного пребывания для инвалидов и пожилых людей. Здесь он даже может оставаться один. У мамы освобождается время на свои дела. За сына она спокойно, проводит время с пользой и всегда под присмотром. Здесь мы общаемся, чему-то учимся. А мне в основном нужно все для него, потому что вот такие дети, они берут от нормальных этих детей и взрослых вот эти все навыки. Поэтому мы сюда ходим с удовольствием. Вот допустим, вот даже вот это вот сложить уже есть по этим, по рисункам. Он уже определяет и сам собирает. Или что-то другое вот ему дают задание. Он тоже самостоятельно, ну немножко он как иногда смутится, скажет, мам, как там, ну я ему подскажу, и он начинает уже делать. И вот все навыки у нас буквально можно сказать вот отсюда. Мы ходим сюда с удовольствием. Этот центр открылся в начале августа. Здесь проходит реабилитацию после тяжелых заболеваний, общаются и получают навыки самообслуживания в быту инвалиды и люди пожилого возраста. Учреждение доступно для жителей всего Красноармейского района. Сейчас здесь более 30 подопечных. Маломобильных людей, а также инвалидов-колясочников привозят и отвозят на специально оборудованном автомобиле. Прям к дому подъезжают и обратно отводят. Спасибо, и все у нас хорошо. Любовь Фадеева узнала о центре от подруги, тоже Любови Клоковой. Ее, в свою очередь, пригласили сюда местные работники. Она родилась и выросла в Красноармейском, потому многие с ней знакомы. В центре дневного пребывания Любовь Клокова проводит время с удовольствием. К примеру, развивает мелкую моторику. Меня пригласили сюда, вот работники. Я согласилась, я только сказала, говорю, я не могу, говорю, ходить это, дойти до этого центра. Вот поэтому они говорят, мы вам машину все предоставим. Я говорю, ну, я согласна, конечно. И 10-го числа, прям первый день, меня пригласили на открытие. В центре к каждому подопечному индивидуальный подход в соответствии с особенностями и потребностями. Работники помогают людям сохранять и поддерживать активность, повышая качество их жизни. В основном, конечно, все наши услуги направлены на восстановление когнитивных функций, таких как память, речь, внимание. С этим работают наши психологи, которые проводят не только групповые, но и индивидуальные занятия при необходимости. Мы оказываем здесь социальные услуги в комнате социально-бытовой адаптации. Это уже 13-й центр дневного пребывания для инвалидов и пожилых людей, открытый в Самарской области. Такие же есть в Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном и Пестравке. Их появление происходит в рамках системы долговременного ухода, одной из ключевых составляющих нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Внедрение системы в 63-м регионе находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова.